итак добрый день друзья я в прошлом видео записывал свою точку зрения по поводу произошедшего в крокусе теракта ну что вновь выявившиеся факты только подтверждает мои загадки вот на днях выступил лукашенко с речью о том что террористы пытались просочиться в белоруссию но там получили они отпор от силовиков все силовики были подняты на уши и они скорее всего в теплом и взяли не на пути туда а уже они обратно возвращались в россию кто их туда направил непонятно вот я же еще раз сказал что были кураторы была группа прикрытия были грубо говоря руководители этой операции также всплыли внутри зала несколько подозрительных человека один из которых потом попался на видео в маске уже который задерживал вот этих вот террористов пытал их вот скорее всего это спецслужбист был и так то есть внутри самом крокус сити холли была группа спецслужбистов абсолютно точно хотя говорят что он там похож там работает строительной компании это они просто по нейросетям подошли нашли похожего человека нейросети 80 с лишним процентов далее совпадении такого быть не может когда 80 с лишним процентов совпадение дает на нейросеть нейросеть стопроцентного совпадения не дают никогда так что 85 процентов это даже очень даже много то есть это фактически тот же человек хотя которого они предъявили человека нейросеть его не определила и так как я и говорил таджиков террористов было четыре человека в общем именно талибан вот потом еще какой момент почему и они так поздно начали штурм хотя группа вот эта основная группа таджиков уехала до через 18 минут а штурм начался гораздо позже силовиками почему они не заходили туда раньше скорее всего я думаю возились пожаром нужно было разжечь хороший пожар и чтобы уничтожить улики правильно туда же до сих пор иностранных не допускают следователей чтобы расследовали на на полную возможность этот теракт что там произошло еще маленькая деталь такая естественно оперативный штаб вот этот вот контртеррористический комитет который был создан москве он должен был после предупреждений именно что в концертных залах площадках будет проходить теракт он должен был быть на усиление то есть там был должна была быть полная готовность в эти дни потом такое количество людей 6000 человек там просто по штату должны были около не меньше там моста ну даже еще наверно больше там где-то 100 с лишним там оперативников должно было быть работать переодетых штатская и они должны были быть с оружием вот потом скорее всего вот этим штурмом то руководил штаб именно террористами штурмом террористов а вот группу прикрытия спецслужбисты и вели другие то какая-то спецслужба была ну какая точно и утверждать не будем чтобы быть объективными но скорее всего у них было конечно же из одного места и того же и группа прикрытий икон контртеррористической операции она руководится не может но их кто-то развел понимаете сделали так чтобы они не столкнулись друг с другом потому что вот именно развести их мог только сила могла их развести который стоит и над контртеррористическим штабом и над спецслужбой то есть это на уровне совета безопасности российской федерации ну и либо еще что-то выше вот никто рангом ниже их вот так скоординировать не смог бы пока у меня все